Всем привет! Это Ольга Швец. Сегодня с вами будут разговаривать мои руки. Руки после Нового Года. Руки возрастные. И сегодня я вам покажу, как сделать маникюр. То есть, ну вот, вы видите, да, такое характерное пожелтение на кончиках. Благодаря лаку из фикс прайса Жан Мишель, который даже проникает через умную эмаль вообще в несколько слоев и желтит ваши ногти. Но я, когда использовала красный лак, я могу сказать совершенно точно, что это грех очень многих красных лаков. Вполне возможно, потому что именно такой пигмент. И сегодня я покажу, как сделать маникюр вот с таким набором Фаберлик. Сори за заляпанные баночки, но я как бы тут это, вообще-то не киноиндустрия. Моя задача вообще показать, как все легко и просто. Итак, значит, первым шагом мы наносим химический пилинг для рук. Выглядит он вот так. Я думаю, что этого достаточно. И распределяем его по всей поверхности. И вы сразу сейчас все увидите благополучно. То есть вот таким образом вы его наносите на всю поверхность рук. Прорабатываете также кончики пальцев. И как бы дальше нужно подождать какое-то время. Ну, в моем случае это будет 2-3 минуты. И, ну, то есть, как бы, как видите, не особо у меня руки загубленные домашним хозяйством новогодним. Ну, и дальше я вам покажу, как очень просто двумя руками сделать себе роспись ногтей. Даже если у вас полноценно работает одна. То есть очень простой дизайн. Все очень легко и просто. Сейчас я пойду смывать. Смывала я сразу с применением вот такой тонкой шлифовки. Тоже так же от Фаберлик. Это медийная система. Три шага. То есть первый шаг кислота. Второй шаг вот эта шлифовка. Вы сразу ее применяете в тот момент, когда вы смываете вот это с рук. 100% содержит масло Макадамия. У нас сегодня вообще масло Макадамия отдельной строкой пойдет. Ну, и соответственно, крем-жидкая перчатка. Но мы его применим потом уже, когда сделаем маникюр. После этого вы вытеряете свои чудесные, прекрасные ручки. Как видите, уже значительно белее, значительно ровнее они стали выглядеть. Ну, и, конечно же, нужно их обязательно подсушить. И следующим этапом мы накладываем на носе умную эмаль в один слой. То есть он должен быть такой не слишком тонкий, без пробелов. Что я пока крашу ногти, я вам расскажу, что я тут вообще делала предварительно. Предварительно я, конечно, сняла предыдущий маникюр, подпилила ногти, подрезала кутикулу. И, ну, в общем, как бы подготовилась, одним словом. Ногти я пилила обычной пилкой из магазина, который у меня в каждом городе-то есть. Ну, наверное, вторую. Да, вот желтит, желтит он, зараза, ногти. Я помню, как-то перестала даже пользоваться, потому что до такой степени печаль вот с этой желтизной. Кстати, вот, можете посмотреть, я вам сейчас покажу. У меня есть тут один косячок с ногтями. Вы посмотрите, и я вам расскажу, как с этим бороться. Кстати, если у ваших знакомых могут быть схожие проблемы, видите, вот здесь вот эта вот линия, я не знаю, как она точно называется, потому что я не могу быть экспертом во всех областях. Она недостаточно ровная. И я думала, что же там, как же вообще, в чем проблема, в общем, я искала в интернете. То есть, ну, как бы, если другие ногти ровные, все в порядке, то здесь какие-то проблемы. Это все, что осталось. То есть, проблемы были и на этом ногте, и вот здесь вот она чуть-чуть присутствует. То есть, они с возрастом начинают с того, что вот эта линия, она уже не такая ровная, отходит кое-где у вас, значит, само вот это вот. И решать это элементарно. Просто добавьте кисель в ваш, ну, не то чтобы ежедневный рацион, но в недельный рацион несколько раз, как бы, выпивайте кисель, либо кушайте желе, либо холодец. То есть, содержащиеся в этих перечисленных продуктах микроэлементы, полезные витаминки и так далее, они решают эту проблему. То есть, то, что вот здесь вот на одном ногте неровно, это всего-навсего возрастная проблема, которая решается правильным приемом витаминов. Ноготочки у нас высохли, все, они не липнут, все хорошо. Показываю дальше, все по шагам, я не буду тут ускоряться, а может и буду. Значит, делается вообще просто. Я еще год назад обещала сделать вам видео про новогодний маникюр. Вот таким образом. Хоп. Хоп. Я не знаю, как вам, но мне хватает в один слой. То есть, у меня перекрывает, видите, да? То есть, все перекрыто. Ну, если вы тут здесь промахнулись, ничего страшного. Сам по себе вот этот дизайн, он настолько простой и настолько незатейливый, что вы же видите, да, что у меня, допустим, ногти, ну, не все одной длины. Я не такой прям безумный фанат маникюра, что вот у меня вот все ногти по полтора сантиметра. Вот что должно получиться в итоге. И приступаем ко второй руке. Даже если вы не продвинутый пользователь, поверьте, вы справитесь, у вас все получится вот с этим. Я думаю, здесь надо сделать только сами. Видите, такие короткие прямые движения. Ну, в крайнем случае попробуйте, ничего страшного. Суть заключается в том, что вот, ну, как бы они должны быть все-таки очень отрывистые эти движения. И вот таким образом вы перекрываете все проблемы. Но при этом маникюр такой, знаете, достаточно прикольный. Я показываю его с красным лаком. Я сама придумала этот дизайн еще в девяностые годы. Потому что хотелось быть красивой. Хотелось быть не такой, как все. Мне как бы и сейчас хочется быть такой же. На меня какие-то модные тенденции не особо влияют. Потому что, не знаю, будет 150 человек, где это модно. А один из них по-своему, среди этой толпы, будет заметен. Это моя большая уверенность, что должно быть именно так. Значит, подготовочку мы сделали. Занимает она очень мало времени, вы сами видели. А дальше мы все-таки вжарим сегодня по-новогоднему. Хоть и с небольшим опозданием, но праздники еще идут. Еще только начался год красной обезьяны. Это маникюр красной обезьяны. Пусть он называется так. Почему? Где-то в Дубаях уже жахнул отель. Он горел очень страшно. Эвакуировали там все районы. И вот пришла красная обезьянка. Поэтому мы пойдем в тему огня. Немного. Вот, не знаю, правильно это по восточному календарю. Или нет, нам уже вот такой белый дизайн. В моем случае это Nail Art. В оттеночке 101 кисточка тонкая в дизайнах идет. Очень все легко на самом деле. Пусть вам не кажется, что это так как-то вот нерешаемо, проблематично и трудно. И вообще на самом деле все очень легко. Мы нарисуем такие вот красивые штучки. Вы ходите и знаете, что у вас там отлетело все. Я тут пока разговаривала, выключилась камера и я закончила с росписью. Так вот, следующий шаг. Это классик. Вот такой классный глиттер серебряный. Не знаю, я не смогу уже идентифицировать его номер. Потому что он у меня 3 дня. Ну вот, как видите, наклейка уже, на которой все было написано. Все уже, она приказала долго жить. Вот такой вот глиттерный лачок. И вот так вот просто раз-раз-раз. Буквально в один слой. Если вы хотите, чтобы, ну, например, ездите куда-то на турбазу, потому что праздники еще не кончились. То есть, если вы хотите, чтобы продержалось подольше, то я рекомендую вам и красный нанести в 2, и глиттер нанести в 2 или в 3 слоя. И тогда вообще все будет прекрасно. Смотрите, какого красота. Не знаю, может быть, вам не нравится. Но это однозначно в тему праздника. Красное обезье. Так вот, по поводу того, что у вас лак отлетел с ногти на ноге. А уголочек откололся. Лакоманьяки, они ходят и знают, да, у меня там есть ноготь. Он не идеален. Боже мой, нужно по-новой делать маникюр. Хотя я в валенках, и на улице минус 30, но вот. Я не парюсь на эту тему. Я, если у меня все ногти достаточно длинные, а где-то там вот у меня какой-то ноготь сломался, вот он, вы бы никогда не обратили на него внимание, пока бы я не показала вам на него пальцем. Но вот такой маникюр позволяет вам как бы безболезненно так отращивать ногти, при том, что они могут быть разной длины, потому что вот сам по себе дизайн такой, он подразумевает какую-то несимметричность, нечеткость. И никто, кроме вас, не будет знать, что вот этот ноготь сломан. Вот. И где-то там на ноге, на мизинце у вас тоже откололся уголок. Девчонки, не парьтесь на эту тему, никто не будет под лупой его разглядывать. Я знаю, что у лакоманьяков именно такой склад ума. Так, тонкую шлифовочку мы проехали. Пилинг мы проехали. Теперь мы наносим жидкую перчатку. И вот сейчас мы поговорим с вами о масле Макадамии. Надеюсь, что я уложусь. Так, по-хозяйски так нанесла, да, чтобы вы видели, как он работает. Вот. Значит, и в креме жидкая перчатка, и в тонкой шлифовке присутствует масло Макадамии. Значит, почему я это могу смело утверждать? Потому что, когда вы понюхаете масло Макадамии, вы никогда в жизни больше ни с чем не перепутаете этот запах. Он очень приятный и дорогой. Вот. И для этого совершенно не обязательно. Для того, чтобы увлажнить кутику, совершенно ни к чему. Вам покупать какие-то супер-пупер сушки, средства и прочее. Потому что мы сейчас будем все увлажнять. Вот так вот, классно, сами. Просто обыкновенным маслом Макадамии. Оно стоит всего 170 рублей на данный момент. Вот такенная здоровая бадья. Стоит она сколько миллилитров? Не написано. Ну, короче, она нормального размера. У нас побольше лаковой бутылки. Вон, на сколько раз. Значит, вот таким образом вы увлажняете с помощью пипиточки. Хотя масло позиционируется как для лица. Это все условности. Масло Макадамии, оно само по себе очень вкусное. Оно само по себе очень приятное. И раз уж у нас сегодня вообще пошла тема о масле Макадамии, я вам еще отвлеченную тему сейчас расскажу быстро. Так вот, при нанесении масла Макадамии на вашу кожу и при нанесении Диметра на это масло Макадамии поверх, вот так, ой, ах, бывает. Вот таким образом вы получите летнюю чудесную теплицу, такой, какой вы ее знаете и чувствуете. Более того, скажу я вам, это очень такой важный момент. Диметр, за счет того, что будет база в виде масла Макадамии, его стойкость продлится надолго, то есть на час-полтора. В зависимости от количества нанесения, это будут не те дикие 15 минут, которыми вы довольствуетесь, нося это в косметичке и выливая, там, не знаю, за месяц вообще полностью на себя. Конечно, очень интересная концепция. Я думаю, что в мире никто еще не догадался делать вот такие вещи. Но тем я как бы и славлюсь среди своих друзей, родных и близких. Что из каждой безвыходной ситуации я могу найти как минимум два выхода. Итак, со стойкостью Диметра я разобралась с помощью масла Макадамии. Показала вам новогодний маникюр. Желаю вам счастья, желаю вам успехов, желаю вам уметь мечтать, желаю вам не пасовать перед трудностями, быть всегда на позитиве, а какие-то мелкие вообще неважные совершенно вещи, на которые мы очень много обращаем внимания. Нужно все-таки понять, что они второстепенные. Я именно этого вам желаю. Кто не подписан на мой канал, подписывайтесь. Всем всего хорошего. Пока! Маникюр красной обезьяны. Продленный Диметр. Вы не зря потеряли время, детки.